В такой ситуации, как того, что необходимо обратить внимание на своих детей, это то, что пропал шум. Как правило, дети пугаются, если происходит утопление у ребенка, и они перестают шуметь. Они не понимают, что еще нужно позвать на помощь. Поэтому я вас очень прошу всех пристально следить за своими детьми. Это первое. Второе. Когда ребенок начинает тонуть, он начинает хватать воздух ртом, открывать рот, вести себя неестественно, пытаться грести к берегу. Но это у него не получается за счет его паники. Мышцы сковываются, ребенок набирает воду, она попадает в легкие, попадает в желудок, и ребенок начинает тянуть ко дну. Он, естественно, пугается, теряет сознание. Поэтому, если вы видите, что ребенок начинает хватать воду, первое, что необходимо, это выдашить его сюда, на берег. С этим понятно, да? Самое первое действие – выдашить его на берег. После чего нужно определить его состояние. Бывают несколько видов утопления. Если ребенок в сознании, и с ним все нормально, нужно придать устойчивую позу и обратиться к медикам. То есть ребенок реагирует на похлопывание. Его можно похлопать за плечо, маленькие груднички до года, либо заплачет, либо начнет какие-то действия производить. Если ребята уже постарше, их можно потрогать за плечо, спросить, как дела, как тебя зовут, что случилось. Если он не реагирует, нам нужно уже будет необходимо прибегать к другим уже эмоционным действиям, понять, есть ли у ребенка пульс, есть ли у него дыхание. Поэтому первое правило 10 секунд очень важны. Мы должны определить наличие у него дыхания и пульса. Для этого, чтобы определить наличие дыхания, мы наклоняемся к ребенку щекой или уши и смотрим на его грудную клетку. Если она не поднимается, и вы не чувствуете дыхание, значит ребенок стоит клиническая смерть. У ребенка также не реагируют зрачки на свет. Они все время расширены и отсутствует пульсовая волна. Пульсовую волну лучше всегда мерить вот здесь, на арте и на шее. Потому что здесь может быть неинформативно. Поэтому после этого мы проверяем наличие курсовой волны. Если вы видели, что ребенок как бы находится спиной наверх, скорее всего у него вода в легке, в животе. Можно вас спросить? Для того, чтобы уже более взрослого, например, подростка, ну не подростка, ребенка до 7 лет, нам необходимо сделать следующее действие. Положить его на живот, на колено и попробовать выдавить из него воду как можно больше. Не сильно. Нажатие сильное повредит внутренние органы ребенка. Поэтому вот такими вот действиями из него извлекается вода. Спасибо. Для ребенка, который до 2 лет, эти действия будут опасны для жизни. Поэтому ребенка переворачивают за ногу. Стараются из него извлечь воду. После извлечения воды мы ловим его на ровную поверхность. Проверяем так, наличие пульса дыхания отсутствует. Проводим следующее реабилитационное мероприятие. Поможем мне так. Итак, значит, значит, да, следующее реабилитационное мероприятие. Запомните, взрослые, пожалуйста, у детей маленький объем легких. Поэтому делает вдох ему, закрывая носовую полость. Нужно немножко приподнять. И тот воздух, который сохранился у вас во рту, больше делать глубокий вдох нельзя. Вы порвете ему легкие. Поэтому тот, который остался в воздухе, здесь мы просто в него вдыхаем. То есть два вдоха. Обычный, элементарный. После чего мы должны, если вы вместе находитесь с кем-то, просим оказать задействие. Позвонить в скорую помощь, 112, позвать спасателей. Нельзя быть одному. Стараться содействовать друг другу, потому что беда это общее горе. Итак, пока вызывает спасатель, пока едет традиционная бригада. Мы продолжаем ему искусственную вентиляцию легких, естественно, легких реанимаций. Итак, при правильном вдувании у ребенка будет подниматься грудная клетка. При неправильном будет подниматься живот. Перед тем, как сделать искусственный вдох, нужно убедиться на то, чтобы у ребенка была чистая ротовая полость. Потому что, наклебавшись с воды, он может поднять свои рвотные массы. Для этого нужно будет повернуть его на бок, вот таким вот образом. И вычистить ему пальцем всю рвотную массу, которая там находится. После чего мы опять вдыхаем. И проводим непрямой массаж сердца. У взрослого человека это происходит вот таким вот образом. Делаем мы 30 нажатий с интенсивностью 120 ударов в минуту. Громко считаем слух. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И так до 30. Эта работа очень интенсивная. Делать ее лучше вдвоем, потому что взрослые очень быстро устают, не говоря уже о детях. Это что касается взрослых. Что касается подростков от семи лет и выше. Грудная клетка продавливается также двумя руками на 3-4 сантиметра. Дети от двух лет до семи лет делаются одной рукой. Потому что у них это слабое место. Можно сломать ребра и повредить внутренние органы. Поэтому это делается надавливание одной рукой. Чуть менее чем очевидного от роста. Делается раз, два, три, четыре. Также 30 нажатий. Подожди. Также делается 30 нажатий. И все повторяется снова. 30 нажатий, два вдоха. 30 нажатий, два вдоха. У городничков и детей до двух лет делается массаж. Большими пальцами обхватывается под низ, под спину. И двумя большими пальцами продавливается на небольшое расстояние. Потому что помните, что вы также можете повредить ребенка. Также 30 нажатий. Делаем мы это все до прибытия скорой помощи. Только они могут привезти какие-то специальные препараты, адреналины, уколоть его с чем-то необходимым, что поможет ему привезти его в жизнь. Дыхание в нашу консультацию. На, да. Просто давай, потому что пальцы колосятся. Да, понравилось? Как вам, да. Хорошо, давай. Давай, Саша. Попробуй. Кто еще хочет попробовать? Хочешь? Пойдем. Иди. Иди. Попробуй, не бойся. Не бойся. Ходите. Очевидный вопрос. Пойдем. Пойдем, хочешь належать? Ну, стой. Пойдем. Мы качаем только спиной. Раз, два. Смотрите, кто еще остался, такая тоже информация. Бывает белое утопление, бывает синее утопление. Чем отличается? Если, скажем, вы нырнули, воду попало в легкие, то это синее утопление. То есть вода по-любому есть в легких. Знаете, бывает губы синие, плюшные такие кожные патроны. Таких ударов не зарублено. Если человек унырнул, предположим, и произошел спазу голосовой щели, то есть это в бассейне бывает в хлорированной воде, или если слишком холодная вода, то тогда человек белый, так называемое белое или бледное утопление. То есть, скорее всего, 99% воды в легких. То есть это как бы тоже вы должны отвечать и понимать, что происходит в тухне. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok